Привет! Япония привлекает внимание своей уникальной культурой и обычаями, а также передовыми технологиями и современным стилем жизни. Однако помимо этого в Японии есть множество странных фактов, о которых вы возможно никогда не слышали. Япония страна окутанная мистикой и загадками. Это место, где встречаются современные технологии и древние традиции, где наука и мистицизм, как две параллельные вселенные существуют рядом друг с другом. Япония это как склад, в котором каждый кустик, каждый камень, каждый водоем имеет свой смысл и значение. Токио – мегаполис, где все кажется невероятным и фантастическим, словно вы попали в другую галактику. Здесь можно найти все – от роботов, официантов до кафе, где можно поиграть в настольные игры с котиками. Но это только одна страна Японии. Другая страна Японии – это мир духов и богов, где традиции сотканы из мифов и легенд. У Японии есть свои святые горы, святые реки и леса, которые до сих пор живут своей жизнью и считаются местами силы. Японцы уважают природу и верят в то, что все в мире связано. Будь то листок на дереве или камень на земле. Постоянные подписчики вероятно заметили, что ранее в нашем рейтинге самых дорогих продуктов в мире превалировали продукты, произведенные в Японии. Многие восприняли это как вызов и усомнились в достоверности или высоких вкусовых качествах данных товаров. И это еще одна особенность японской культуры производства. Высокие стандарты качества, ответственный подход, высокий уровень оплаты труда и уникальные условия производства. Вы не увидите на японских продуктах разносортицу. Тут не принято экономить на сырье, чтобы поднять маржинальность. Все делается на совесть. Основное правило японской кухни – сохранение естественного вида и состояния продуктов питания. Часто используются минимально обработанные дары моря, рыба и моллюски, растительные продукты, бамбук, папоротник, овощи, фрукты. Гостям страны порой может показаться, что блюдо, которое им подают в ресторане, сырое. Но это только на первый взгляд. Повара используют рецепты, сохраняющие естественный натуральный вид. Традиции сохраняются поколениями, поэтому фактически современные жители Японии едят те же продукты, что и их предки времен в Средневековье. На столах здесь редко встретишь привычное для европейцев и американцев мясо. Данный продукт считается для организма тяжелым. Главный тезис для питания японца – свежий продукт, полезный продукт. На столе мясного жителя никогда не встретишь рыбу позавчерашнего улова или сваренный три дня назад рис. Важно в процессе питания соблюдать сезонность для овощей и фруктов, что гарантирует их насыщенность питательными веществами в пользу для организма. Фрукты и овощи считаются в Японии деликатесами, поэтому в них важнее цвет, глянец и форма, а потом уже вкусовые качества. Даже яблоко, не просто яблоко, это переливающиеся яркими красками произведения искусства. Каждый фрукт имеет свою историю и имя, выращивается в условиях, максимально приближенных к идеальным. При сборе урожая не используются ножницы. Когда приближается время созревания, подкладывают сетку под каждый фрукт. И когда манго поспевает, то падает в сетку. Этот метод сбора урожая является стандартным сертификацией торговой марки, по которой считается, что он созрел. Сорт манго носит название «Яйцо солнца». Если вы любите экзотические кухни, то Япония может стать настоящим райским местом для вас. А еще в японских ресторанах вы можете попробовать салат с танцующим осьминогом. Это может показаться странным, даже отвратительным, но для многих японцев это вкусная полезная еда. Япония есть остров Ташира, который известен как остров кошачьего царства. На острове проживает около 100 человек и более 300 кошек. Местные жители верят, что кошки приносят удачу. На острове даже есть кошачий храм, в котором можно молиться за здоровье и благополучие своих любимцев. Япония есть остров, где живут кролики. Остров Аканиушима. Это маленький остров Японии, на котором живут кролики. Этот остров был использован в прошлом как место производства яда. Кролики были привезены сюда как курьеры для транспортировки материалов и контроля наличия грызунов. Сейчас остров привлекает многих туристов, которые хотят покормить кроликов и поиграть с ними. Невероятный туалетный опыт Япония известна своим передовыми технологиями. И это проявляется даже в области туалетов. Японские туалеты обычно оснащены множеством функций, таких как подогреваемые сиденья, функция опрыскивания водой, функция сушки, а также музыкальная подборка для создания определенного настроения, актуального для посещения туалета. Некоторые туалеты также имеют функцию распознавания лиц, которая автоматически поднимет крышку, когда вы подходите к ним. Чайная церемония является одним из символов японской культуры. Это обряд приготовления подачи зеленого чая, который считается искусством и символизирует гармонию, уважение и простоту. Чайная церемония проводится в специальной чайной комнате и может длиться несколько часов. Шири курэнай – это японское понятие, которое означает простота, но не простое. Это описание прихода к жизни и искусству, которое является основой японской культуры. Ценности, простоты и отсутствие излишеств пронизывает все аспекты японской жизни, от архитектуры дизайна до еды и одежды. В Японии очень популярны кафе для животных, где посетители могут наслаждаться чашечкой кофе или чая, пока общаются и играют с различными домашними животными. В этих кафе вы можете найти котов, собак, хомяков, кроликов и даже коз. Кафе для котов известно как Неко кафе. Позволяет посетителям наслаждаться общением с милыми пушистыми кошками, которые бродят по всему кафе и подходят к людям, чтобы получить ласку. Кафе для собак, известные как Инукэра, часто имеют специальные зоны для игр с питомцами, а меню включает в себя специальные блюда, предназначенные для собак. Кафе для животных также предоставляют услуги по уходу за питомцами, такие как стрижка, купание и уход за зубами. Эти кафе стали очень популярными в Японии, где люди, живущие в маленьких квартирах или домах, не могут держать домашних питомцев, но все же хотят иметь возможность насладиться общением с ними. В Японии также есть кафе для животных с ограниченным доступом, например, только для собак, маленьких пород или только для кошек. Кафе могут также организовывать специальные мероприятия для животных, такие как дни рождения, свадьбы и другие различные праздники. Хотя идея кафе для животных может показаться необычной для некоторых, это является еще одним примером уникальной культуры Японии и ее любви к домашним животным. Япония также прославилась своим странным телевизионным контентом. Некоторые из этих шоу могут показаться очень странными и даже развратными для западных зрителей. Однако есть другие причины, почему такие шоу могут быть успешны именно в Японии. Во-первых, японская культура известна своей склонностью к эксцентричности и инновациям, что может приводить к созданию необычных телепередач. Во-вторых, японцы не стесняются говорить о сексуальности и интимных темах, и это может привлекать зрителей. Кроме того, на японском телевидении много игровых шоу, в которых участники соревнуются за призы, и их задания могут быть довольно эксцентричными. Некоторые из самых шокирующих телевизионных шоу в Японии были запрещены. Конечно, не все телепередачи в Японии такие, и многие из них достойны уважения и интереса. Но странные шоу все же привлекают много внимания как в Японии, так и за ее пределами. И, наконец, Япония — это страна, где люди могут наслаждаться горячими источниками — ансенами, которые представляют собой природные исцеляющие ванны. Однако настоящая необычность в том, что в некоторых из них можно наблюдать макак, которые любят купаться в горячих водах наряду с людьми. Япония — это удивительная страна, полная уникальных культурных и природных достопримечательностей. Она может удивлять своих гостей каждый день, предлагая уникальные и незабываемые впечатления. С недавних пор в Японии появились вагоны исключительно для женщин. Не только потому, что женщины могут быть более уязвимыми в толпе, но и из соображений культурной и социальной роли женщин в Японии. Японские женщины часто сталкиваются с дискриминацией на рабочих местах, в общественных местах и даже на улицах. В то же время, когда они пользуются общественным транспортом, они могут чувствовать дискомфорт и беспокойство или даже сталкиваться с домогательствами. Это является еще одним примером того, как Япония стремится создать более равные и удобные условия для всех членов общества. Как же получилось так, что Япония стала страной с такими необычными решениями? Может быть, это связано с ее географией, и Япония – это островная страна, окруженная водой. Возможно, такие условия вынудили японцев развивать свою культуру и технологии весьма нестандартными путями. Но как бы там ни было, Япония остается загадочной страной, которой стоит изучать и удивляться необычным фактам. А какие необычные факты о Японии знаете вы? Поделитесь ими в комментариях. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы узнавать о новых роликах. Продолжение следует...